Директор представительства, уважающей компании Евгения Барш, Евгений Павловец, передаю слава. Спасибо, что нашли время, пришли, очень рад всех видеть. Спасибо компании-застройщика. Я думаю, наш совместный труд создаст уникальный, классный, качественный продукт в городе для ваших клиентов и, в целом, для города. Представляю управляющую компанию МТЛ, голова у нас в Санкт-Петербурге. Что касается компании МТЛ, вот так вот. Значит, входим в холдинг-группу компании Бест. Это компания-застройщик, девелопер, управляющая компания МТЛ, управление недвижимостью, в 2004 году сформировалась именно под коммерческую недвижимость, под управление бизнес-центрами, в том числе класса А. И по процессе эволюции выделилась компания МТЛ АПА. Это именно выделили отдельное направление управления апартаментами. Санкт-Петербург отличается, у нас даже и от Москвы, отличается своим туристическим потоком, востребованность апартамента, популярностью именно их там. И не просто там апартаментами, как квартирным бюро неким, а именно системными апарт-отелями, которые действительно выступают как гостиницы с возможностью получения хорошего, качественного, пассивного дохода собственникам. Также есть моя собственная сеть апарт-отелей. Называется она «Авеню Апарт». Все, кто будет в Санкт-Петербурге, всех приглашаю. Милости просим, приезжайте, бронируйте номера, селитесь, там действительно есть на что посмотреть, вам понравится, вы не разочаруетесь. В центре мы тоже ждали. А? В центре Петербурга находится. Везде. Есть по линии метро. Сейчас вот парочку покажу таких самых. То есть, быстро пробежим по тому, чего достигли. То есть, с 19-го года, когда перешли в управление, появилось именно направление управления апарт-отелями, ну, приросли, я думаю, более чем пять раз, как по номерному фонду, так и по общей площадью управляемых площадей. Самый первый комплекс, который, ну, показателен, который интересен с точки зрения, вот, уже истории развития именно рынка апартаментов, это авеню Апарт на Павлова. Большой, мощный комплекс с большим количеством номеров. Кроме того, там же рядом у нас и главный офис находится, и бизнес-центр, который класса. Да, недавно, два года назад, по-моему, ввели в эксплуатацию большой комплекс каворкинг, каворкинг-пейдж на шесть этажей, заполнен весь, подход очень интересный, интересный дизайн, интересные решения. Приезжайте, захотите какой-нибудь тур организовать, я организую тур, свожу, покажу все, чтобы у вас было у всех представление, куда идем, что будет в Новосибирске, и как это все, в принципе, может развиваться. И вы своим уже клиентам, но у вас по-другому будут гореть глаза, я вас уверяю. Значит, авеню на Малом, один из последних наших проектов, работает сейчас первый год, 317 апартаментов, отличный комплекс, отличная архитектура, дизайн, большой адриум, светлый холл, ну, классный проект. А меню на Мужество недалеко, а то буквально там метро, площадь Мужества, там 5 минут прям на площади стоит, тоже хороший проект. Значит, есть... Ну, работа очень комфортная. Понравилось, да, там была работа. Соответственно, это наш проект, это мой проект, апарт-отель Бонапарк в Новосибирске. Я являюсь его практически там, ну, актором этого проекта, реализовал его полностью весь, и сейчас занимаемся управлением там. Интересный проект в Питере, инвест-отель Види, он еще в стройке, но это достаточно такой крупный, элитный, престижный комплекс будет. Ну, как пример вам его показываю, потом ознакомитесь. Ну, и, конечно, Айкьюапакс. Наши коллеги, спасибо еще раз нам, что пригласили в этот проект. Я думаю, что наше сотрудничество вам так же очень помогает. Поэтому переходим, наверное, к основным вопросам, которые у вас должны появиться. То есть это вот сейчас просто вкратце, где мы ездим и присутствуем, Новосибирская куст Пенза, юг, сейчас вышли в Пешкек, на Иссыкуль, там проводим уже, начинаем. Где-то консультируем, где-то продаем франшизу, где-то строим, где-то в совместные какие-то проекты заходим. Значит, что такое управление апарт-отелем? Управление апарт-отелем – это не только гостиничный бизнес, да? То есть когда говорят, что в гостинице, ребята, у нас главный гость, у нас есть еще одна большая и очень принципиальная особенность, и отличие. У нас главный есть еще собственный. Да, то есть нам нужно сделать так, чтобы и был доволен гость, и так, чтобы был доволен собственник. Потому что в отеле, в простом, ну там есть владелец, вся доходная часть формируется и отдается ему. А здесь мы должны сделать так, чтобы каждый апартамент, каждый собственник, его оказался удовлетворен, скажем, тем доходом, который он получает. Поэтому вот это очень большая такая, ну скажу так честно, и тяжелая работа, но тем не менее она интересна. Мне большим, скажем так, желанием я отдаюсь этой работе на сегодняшний день. Это вот действительно, это круто. Поэтому, и это не просто так, да, заселил людей, это действительно работа по привлечению. То есть как вы говорите, как будут заполнены номера, кто там будет жить, почему. Вот Валерия очень много интересного и правильно рассказывала о том, что какой турист, кто приезжает, откуда приезжает. Это все действительно так. То есть уже имея опыт в Новосибирске, я вижу, транзит отовсюду идет, с одной стороны страны, в другую и наоборот. То есть город в регионе крупнее города нет. Да, то есть факт это стопроцентный. Поэтому приезжают там, от просто ребятишек сельской местности привезти, отдохнуть на каникулы, и до реально бизнес туризма, каких-то мероприятий, событийных вещей. Это все безусловно. Поэтому заполняемость, она и есть, она присутствует, с этим все хорошо. Кроме того, да, работа с туроператорами, предоставление гостиничного сервиса арендаторам. Но это тоже, да, это надо понимать, что человек заезжает в апарт-отель, то есть если, допустим, вот я возьму, к примеру, другой апарт-отель, не будем называть его, но то есть, то нет. Ну ладно. Так, значит, ну человек понимает, что он заезжает как квартиру, да, то есть снял квартиру, там дали ему там ключ или карточку, он заехал, там пожил, уехал. То в наших комплексах это выглядит несколько по-другому. Он уже понимает, что он терял, это отельная история. Он приходит на ресепшн, он селится, он получает регистрацию сразу, то есть мы его ставим на регистрационный учет. Обязательно всех иностранных гостей мы в тот же день передаем в систему на постановку, на регистрацию. То есть это три звезды, это аттестация, это все как положено происходит. И для него ощущение того, что он в апарт-отеле, как он в квартиру заехал, нет, он приезжает в отель, у него возникли какие-то сложности, либо проблемы, либо еще что-то, он спустился, либо позвонил на ресепшн, его проблему решили. Ему необходимо оказать какие-то услуги, ну, от педового до организационного характера. Попросил администратора, администратор ему решили. Сломалось что-то в номере, произошла какая-то, не знаю, там непредвиденная ситуация, также звонок там на ресепшн, служба сервиса поднимается, и тут же эти вопросы решает. И что хорошо, да, что апарт-отель это именно та история, где можно и сдавать, и самому жить. И то есть, человек, который живет, кстати, по Бонапарту, ну, у нас по статистике, из 210 номеров сами живут собственники, ну, наверное, не больше 10, все остальное сдается. Но, тем не менее, даже те, кто живут, они получают весь тот же самый сервис, который получают люди, которые приезжают. Вы хотите спросить? Это как-то по этажам будет разделено, где сами будут жить, где будет управление полностью? Да нет, нет. То есть, перемешивают? Ну, вы знаете, нельзя, то есть, это же живой процесс, да, жизнь, она не стоит на месте, и зафиксировать ее нельзя, и правилами прописать нельзя. Сегодня он живет, завтра, и чем опять же плюс импортамент, ты сегодня живешь ты сам, завтра ты потребность этого проживания как бы сменит, ты можешь уехать в другое место, ты эту недвижимость тут же передал управление, сдаешь, да, и так же получаешь доход. И по этому доходу ты можешь жить даже в другом месте. То есть, то, то, куда меняется наша молодежь, то тренд, тренд тут на эту, там, шеринг, так называемый, да, это тоже все работает. То есть, ты сегодня можешь здесь, завтра в другом месте. Ты можешь положиться в эту недвижимость, ты можешь получать с нее доход, ты можешь сам ею пользоваться. И поэтому, отвечая на ваш вопрос, разделить это все по этажам, это можно сделать на этапе, вот, пока там застройщик будет рассказывать, что, уже реклама, да, будет все вот так. На самом деле, так не будет. Будет все, как жизнь, расставить все по своим местам. И поэтому, и это хорошо. Вот, я говорю, и люди, которые там живут, они фактически способны получать тот же самый уровень сервиса и пользоваться той инфраструктурой, которую, как это смотрел, и застройщик, и управляющий компанией. Поэтому, работа с корпоративными клиентами, как заполнять, да, чем хороши апартаменты, еще раз, плюс большой. Скажем так, ну, некому сотруднику необходимо приехать в командировку, либо по каким-то своим другим делам, на потребности, там, условно, месяца на два. Квартиру снять, для него это проблема. Потому что арендаторы, ну, понятно, им зачем эта вся история, чтобы потом, им всем нужны долгосрочные жильцы, чтобы потом не искать. Поэтому, на месяц, на два, проблема снять, никто сдавать не будет. Заехать на этот период в гостиницу, ну, это же реально проблема, потому что это деньги. То есть, жить посуточно, весь этот срок, ну, это просто большие затраты. Поэтому, апартаментный комплекс, это фактически то решение, которое позволяет закрыть эту потребность и сделать так, чтобы человек оказался и вроде как и с закрывающими документами, которые мы всегда готовы предоставить, да, то есть, все, что необходимо для, там, командировочных документов, условно. ну, и, собственно говоря, бытовые все вопросы закрыты с проживанием. Сколько сутки стоят в партаментах? Категории есть разные, да, это вот у меня сейчас подойдут. Ну, то есть, по Панапарту, по Панапарту, есть у нас самое, там, два-три номера, самый дешевый, это две с половиной, там, вместо кровати, диван. Вообще, средний номер стандарт, три, три, триста, то есть, в сутки. Это речь о сутках, но я говорю только о сутках, а сейчас говорю я о долгосрочной аренде. То есть, есть тарифы и долгосрок. Если на месяц. То есть, это совсем другая история. То есть, минимальная цена за месяц, это 44 тысячи. В прошлом году 39. Мы начинали в феврале прошлого года сдавать по 23. Вот в долгосрок. Да? И до сегодняшнего момента мы дошли, то есть, в лето мы на 49 подняли, ну, в сезон 49, и опустили сейчас до 44, выйдя из лета. И это никого не смущает. В эти деньги входят две уборки со сменой постельного белья, коммунальные платежи полностью все, интернет 100 мегабит в секунду по оптике. То есть, люди заезжают, заезжают студенты. Это очень, кстати, хорошая история для студентов, потому что, родители, когда приезжают и видят то, что, в каких условиях будут жить их дети, у них даже вопросов не возникает. Да, потому что, они вдвоем скинулись, мы кровати раздвинули, получается нормальный, двухместный номер, где каждого своя, там, койко-место назовем так, они могут покушать, сварить, все сделать. Кроме того, постоянно и везде видеонаблюдение, стоят камеры, видеоохрана, есть сервис необходимый, там, и покушать, и позаниматься, и все это как бы работает. Поэтому, когда родители это все видят, у них сомнений нету, они говорят, все, мы остаемся, мы готовы платить любые деньги. Если какие-то вопросы, я и студентов сразу говорю, ребята, смотрите, у нас все будет здесь, кто кого привел, кто куда пришел, и так далее. Я говорю, родители очень довольны. Значит, работа с корпоратами, еще к этому подойду, да? Действительно, то есть, вот эта среднесрочная аренда, это именно корпоративный сектор. И долгосроки, среднесроки, например, опять же, в Монапарте у нас есть такой договор с компанией Renaissance Construction, это международная строительная компания турецкая, которая по всему миру строит Сити в Москве, там, Лахту в Питере, у нас, да и везде. То есть, сотрудники приезжают, у нас есть под них всегда готовые номера, селятся, живут. Ну, это как пример просто, и они не одни такие. Вот, поэтому, все остальное, ну и плюс эксплуатация здания апарт-отеля. То есть, мы, как, скажем так, представители собственников апартаментов, и в большинстве своем, именно большинства собственников апартаментов, мы имеем возможность влиять на управление. Либо сами управляем, либо создаем ТСР, либо управляющая компания, у разных комплексов появляется, но тем не менее, мы все равно влияем, как генеральный заказчик всего этого процесса, потому что одно дело номера, а другое дело, это и сам комплекс, да, в каком состоянии здания, по нему, в первую очередь, и судят уже, как бы, гости, которые приезжают, а потом уже оказываются внутри, получают сервис необходимый, и все прочее. Поэтому, в эксплуатации зданий мы тоже активно принимаем участие, мы способны разбираться в этом, во-первых, а во-вторых, как-то, ну, на это влиять, и делать так, чтобы принимались нужные решения, принимались правильные решения. Дальше. Переходим, наверное, к одному из самых интересных вещей, уже непосредственно о работе с собственниками. Работаем мы, как агенты, по агентскому договору, мы не, ну, не та компания, скажем так, которая там есть, сейчас у нас еще на рынке, где-то как у вокзала бабушки раньше стояли, да, сниму-сдам, вот, то мы не снимаем номера, не пересдаем их посуточно, мы реально являемся представителями собственника, заключаем агентский договор, работаем за свой процент, и все остальное, за минусом понесенных расходов, возвращаем к собственнику. Дальше по расходам, по структуре мы с вами проговорим, по цифрам тоже я вам все это покажу. Соответственно, принцип нашей работы, это все-таки индивидуальный учет, различные схемы, касаемые там, котловые, да, или еще какие-то, ну, вот, например, самый популярный на сегодняшний день, как, ну, не популярный, но о котором говорят, котловой метод, для меня он кажется несправедливый, да, то есть, человек, приобретая недвижимость, он старается либо меньше денег потратить, либо купить что-то, наоборот, хорошее, и за это заплатить больше, и тогда, когда он за это платит больше, и он покупает вид, покупает этаж, или еще что-то, то в результате потом деятельности при котловом методе, ну, он ничего с этого не получает больше, чем альтернативные варианты, которые, проще самую большую площадь в подвале купить, и получать с нее столько же, сколько ли со всех остальных, вот, а тот человек, который вложил деньги, ну, извини, но при этом, по опыту, да, его номер будет все равно популярен, да, то есть, есть люди, которые, здесь посидели у нас, например, в Бонабарде, жили практически везде, и они для себя каким-то образом, там, сформировали, вот, хочу, мне нравится вот этот номер, мне как-то он лел, да, комфортно, там, расположение, просится в этот номер, и будут так же проситься и в те, и его износ будет выше, по сути, амортизация на его выше, на ремонт его надо будет выше, а доход тот же самый, поэтому, вот, с историей как лобой мне, не очень, вот, а индивидуальный учет, работает номер, получаешь с номера, что-то нужно сделать в номере, то будь добр, собственно говоря, собственник, это же за его собственность, его вложение, давай туда, там, инвестируем что-то, он будет дальше работать, или будет лучше работать, это стимулирует, собственно говоря, и нас, как управляющих, и собственника, работать вместе, ну, и мы, соответственно, за свой процент работаем, чем больше удовлетворенный собственника, тем больше у нас, этих собственников, тем выше их доход, и тем выше наш доход, контроль технического состояния, ну, это понятно, да, то есть без этого, как в любой квартире, а здесь и жилье, условно, да, краткосрочно, там что-то бы не происходит, я вас уверяю, в этих апартаментах, там, это целая жизнь, это отдельная песня, которую можно там рассказывать, ситуации, случаи очень долго, вот, но это влечет за собой и технические все моменты, то есть они, слава богу, у нас в Бонапарте, чего-то такого прям критичного не было никогда, вот, но тем не менее, да, заменить это, сделать то, потекло от здесь, это все быстро, это все оперативно, на это все службы есть, все мы это работаем, значит, и каждому собственнику персональный менеджер закрепляется, то есть он ведет, что делает, он оптимизацию издержит, он смотрит, что ломается, что не ломается, где, когда заменить, он заранее может собственнику сказать, ребята, давайте купим вот это, для того, чтобы было здесь, или сейчас это будет из строя, кому-то там, и сделаем вот так, найдет наиболее выгодное решение, где приобрести это можно, значит, а максимизация дохода, ну, это понятно, это надо смотреть, и заполняемость, да, то есть, вообще, это, это не линейный процесс, это нет правил, вот, связано с вашей деятельностью, риелторской, за что я-то, люблю работу с недвижимостью, за что, за что я люблю сделки с недвижимостью, потому что, в них никогда нету, стандарта, в них никогда нету, повторяющегося случая, то есть, каждая сделка с недвижимостью, это что-то новое, это что-то ты всегда, для себя что-то открываешь, для себя что-то узнаешь, как с точки зрения психологии, там, не знаю, права, там, бухгалтерии, там, юриспруденции, это все, то есть, то есть, и, вот, я считаю, что риелторы, это одни из самых, наверное, там, образованных людей, с точки зрения, как бы, для, вот, просто для житейской, вот такой вот мудрости, они во всех сферах хорошо разбираются, они вынуждены в этом разбираться, так и здесь, собственно говоря, мы, про, так, про максимизацию дохода, да, а то про вас начали, значит, что интересно, можем загружать номера, то есть, это не так, что вот прям, фактически, вот, сдал, и все, человек заселился, нет, нужно смотреть, в какие номера больше, в какие меньше, куда идет, откуда, из каких каналов, соответственно, где-то, может быть и много, да, заселения, но там и много из каналов бронирования, это свой процент, соответственно, и эти нужно перераспределять брони, так, чтобы это было и на собственников разложилось плавным там и равномерным временем, и в конце месяца мы даем ежемесячный отчет собственнику, где прописываются доходы и расходы, то есть, есть общий доход, прописываем все расходы по суммам, и вот, ребята, вам выплата вашего, собственно говоря, пассивного дохода, и, ну, и большинство людей, конечно, у нас доволены, сейчас я переключу, так выглядит загрузка апартаментов, ну, вот, это не личный кабинет, это наша карта номерного фонда, и, ну, это бонапарт, это бонапарт, да, то есть, все номера загружены, понятно, что есть сезонность, я не спорю, был очень чистый, готов, но, я это сделал, скриншот, фактически, с рабочей страницы, с рабочей страницы, и эта информация на август, но в реальности, вот этот столбец, он показывает ситуацию, того момента, когда был сделан, скриншот, и, то есть, вот эта картина, вот так, наверное, есть, нет? Вот так, вот эта картина, это картина августа, а вот эта картина, это картина, вот сейчас, октября, то есть, вот эти номера, они все равно заняты, из общего количества, стольких штук, ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, как бы, пока свободы не заселены были, на тот момент, но этот, это момент такой, то есть, я скажу так, что мы в прошлом году, начиная в феврале, запускали номера практически весь год, 22-й, и, ну, я с какой-то такой долей, не знаю, там, опасений, скептицизма, думал, сейчас я еще два номера запущу, и у меня остальные номера просядут, нет, такого не происходит, запускаешь номер, он заселяется, не в ущерб остальным, и так далее, то есть, вот на сегодняшний день, у нас в управлении, в планопарте, 90 номеров, и мне кажется, надо еще, вот, и, конечно, часто не хватает, тут вечером, про заполняемость, опять про общую по городу, наступает вечер, столько звонков, ребята, мы все обзвонили, весь город, номеров нет, есть у вас номера, есть, приезжайте, вот, сейчас мы уже начинаем тоже говорить нет, потому что, ну, понятно, то есть, первый год, пока популярность, пока известность, пока наработается, пока какой-то постоянный гость появится, вот, а сейчас нет, поэтому я вам рассказываю, цифры показываю, которые вот сегодняшнего дня у нас, и это статистика, статистика 23-го года, по августу, сентябрь, еще до конца не сведел, значит, это средний доход практически по всем категориям номеров, то есть, это суммарный по всему комплексу, он отличается, понятно, по категориям у каждого свои, но если взять и объединить, то общая там картина такая будет. А только 2-ой? Нет. Нет, нет, я бы сказал, по номерам. Я говорил, да, это номерная история, то есть, вот эти цифры, о которых я сейчас вам показываю, да, это вот тот рост, который был, значит, январь, да, был очень интересным месяцем, когда я рассчитывал, что какие-то праздники новогодние нас там заполнят по максимуму, то да, он был заполнен по максимуму до 12-го числа, после этого люди стали отдыхать совсем по-другому, видимо. По работе. По работе, да. Вот, соответственно, есть сезонность, от этого никто не скроет, январь, февраль, вот, ну, июнь, июль, 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 период поездок с детьми, и безусловно, да, это дает свою реакцию, вот, но, то есть, вот, и вот эти цифры, вот эти цифры, это те цифры, которые реально люди получают на руки, на свой расчетный счет, который мы им уже выплачиваем, то есть, соответственно, и по расходам я вам сейчас расскажу, то есть, речь идет о том, что фактически, ну, это где-то порядка половины от общей выручки, то есть, половина уходит на расходы, а вот эта вот вся история, это уже на руки, это доход на руки, да, это доход на руки, а налоги что? нет, мы, как компания, не налоговые агенты, соответственно, никакие данные мы никуда не подаем, у нас есть агентский договор, по этому агентскому договору мы выплачиваем комиссию, ну, соответственно, вознаграждение вот собственникам, а дальше их прямая зона ответственности, как гражданина, как с этими деньгами поступать, хотят они это декларировать, ради бога, ребята, берите, декларируйте, платите налоги, хотите сделать по-другому, у меня есть собственники, которые открывают ИП, и на ИП мы эти деньги как бы переводим, и они, соответственно, с выбранной системой налогообложения оплачивают, уже платят налоги. История с самозанятыми, ну, наверное, здесь не сильно пройдет, почему? Потому что самозанятый по определению самозанятый, он должен показывать не агентский договор, а договор аренды, что он его сам сдает, но в нашем случае этого как бы невозможно, вот, поэтому, здесь вот так, значит, вот та цифра, которая, ну, на сегодняшний день, я считаю, ну, это реально, это реально то, что можно сделать, но хочу обратить ваше внимание, чтобы не было каких-то там иллюзий, да, это не первый год работы, то есть понятно, что первый год работы, пока комплекс будет запускаться, пока он будет обрастать, скажем так, популярностью и своими гостями, в любом случае, да, эти цифры будут меньше, это надо понимать, это безусловно, вот, хотя мы все приложим усилия к тому, чтобы этот срок сократился и наполнить его гораздо быстрее. Теперь перейду к расходам, то есть два направления, краткосрочная и долгосрочная аренда. Долгосрочная аренда, понятно, да, помесячная оплата, заселился и жилей. Значит, в краткосрочной аренде это посуточная, посуточная аренда, она более доходная, она более доходная, но она менее стабильна, то есть когда у нас есть такие собственники, которые говорят, ребята, я взял эту всю историю в ипотеку, для меня важно иметь постоянный стабильный доход, я не хочу зависеть от ваших вот этих всех колебаний, я хочу быть уверен, что я ипотеку в этом месяце закрою при любых условиях и мне еще что-то останется, поэтому я готов вот дойти на те условия, а вы вот так вот, но скажу сразу, что мы, вот апартамент, туда заходит сезон, допустим, летний, мы стараемся максимально вывести долгосрок вообще из-за ворота, то есть у нас договора заключаются на месяц, и мы их потом продляем, и то есть мы приходим к лету и говорим, ребята, у нас на летний период плюс 10 тысяч рублей, если вы как бы способны или хотите у нас остаться и проживать, ради бога, платите сверху деньги и у нас живете, потому что мы должны собственникам нивелировать вот эту разницу, они говорят, все, мы живем, кто-то уходит, кто уходит, слава богу, кто остается еще лучше, соответственно, мы переходим на краткосрочную аренду, заканчивается сезон, наполняем долгосроками, и вот так вот постоянно вот эта работа ведется, поэтому, что хочу сказать, в краткосроке половина дохода к выплате идет, это в краткосроке, а расходы 48 практически процентов занимает, почему, потому что там постоянные уборки, постоянные смены постельного белья, стирка, ремонт и всего прочего, и кроме того, там большую долю, сейчас вот с вами посмотрим, здесь агентское вознаграждение занимает, это наша, да, комиссия, использование систем бронирования 30%, то есть, слава богу, ушел букинг, вот скажу, это такое счастье, я бы человек, который это сказал, да, такое счастье для гостиниц, для всех России, потому что это был монополист, который давил на цены, давил на условия и собирал дикие проценты, сейчас хорошая, такая здоровая конкуренция существует, у нас открылись новые площадки, у нас развиваются эти площадки, начиная там, островок в свое время первые, кто смог это все дело подхватить, разговаривали с ними, они, они говорят, мы благодаря тому, что были направлены на юрлиц в первую очередь в свое время, имели программное обеспечение необходимое и просто смогли его вовремя трансформировать на физлиц и выскочили на рынок и заняли достаточно хорошую нишу, вот, Яндекс, там, Броневик, куча, то есть мы со всеми с ними, не знаю, то есть мы с ними со всеми работаем, но они за это все берут деньги, да, то есть они порядка там от 15 до 25 процентов заселения, они берут деньги, мы, мы снижаем до 20, то есть наша максимальная цифра комиссии это 20 процентов, но тем не менее, как бы они есть, поэтому использование систем бронирования, оно может доходить там 30, то есть у меня есть случаи, когда там в общем доходе в летнем, например, эта цифра выходила там ближе там к 10 тысячам рублей, то есть отдавали только каналу бронирования за один номер. Услуги интернет-связи, банковские комиссии, банковские комиссии включают в себя что? То есть, во-первых, это эквариум, то есть люди, которые заезжают, рассчитываются карточками, рассчитываются там, не знаю, паркотами и другими вещами, это все эквариумные переводы. И плюсом это выплаты с нашего юрлица дохода, то есть мы, когда перечисляемся со своего расчетного счета по тарифам банка, мы тоже платим комиссию за эти переводы, мы их потом перекладываем, собственно говоря, на самих собственников. Коммунальные платежи оплачиваем мы полностью, то есть человек не касается уже никаких вопросов именно бытового содержания и прочих вещей. Его задача один раз в месяц получить отчет, проверить его, подписать и следить за своим счетом. Вот. И 31% это уборка номера, это так называемые финальные уборки, которые включают в себя расходники все, которые там, эти старшие души, там, вот все прочее. И уборка, собственно говоря, сама, и врачечная. Так вот, это что касается краткосрочной аренды. А в краткосроке тут картина несколько другая, почему? Потому что многих вещей нету. То есть нету канала бронирования, человек заехал один раз, все и дальше живет. Кстати, из вашей профессиональной деятельности приглашают в сотрудничество, если кто занимается и арендой жилья, готовы заключать договора, готовы обговаривать условия, приглашайте своих клиентов, также будем платить комиссию, также будем заселять людей к нам на долгосрочные. поэтому здесь сама структура другая, то есть по сути наше агентское вознаграждение мы берем 10%, вот она здесь и выражается. Все остальное это более стандартное за минусом использование системы бронирования. Есть еще такая статья как комплектование и ремонт, здесь она везде по нулям, но стоя просто с того расчета мы его не включали, сразу скажу, он есть, то есть мы постоянно что-то делаем, но это мелочок в большинстве своем, то есть где-то лампочку вкрутили, где-то там поменяли, не знаю, там сидушку, извините, унитазы, или еще какие-то такие вещи, это незначительно. Бывает обновление перед сезоном постельное белье, конечно, оно выходит из строя, безусловно, мы просто по своему количеству необходимого с собственниками сразу их извещаем, раскидываем, при том, что это не единовременно, например, чтобы было комфортно, если мы что-то крупное приобретаем, мы приобретаем это за собственные средства, а собственникам договариваемся о какой-то расстрочке удержания из дохода, то есть это не делается в данномоментах, то есть мы можем там на 3-4 месяца просто растянуть эти выплаты, и тем самым мы и вопрос решили, и собственник не почувствовал для себя как бы потери в доходах ощутимо. А постельное белье тоже за номером запретается? Постельное белье находится в обороте. А как это когда распределяете? Мы тогда всем белье делаем. Ну, получается, у кого-то это просто... Да, вот или даже если потому, что она не закрепляется, вот у кого-то и нету. То есть здесь у всех. То есть есть объем необходимого бельевого фонда, который должен присутствовать для операционной деятельности. И если его не хватает, то мы просто высчитываем, сколько нам чего не хватает и распределяем это на всех собственников так же как бы изначально. Мы просто сумму сразу не почитать и не набирать свой фонд изначально вы покупаете фиксированный пакет арендаторов. То есть на каждый апартамент. Расходы просто включают определенные Ну, зачем? Это же потери. И поймите, это вопрос доверия, да? А надо ли вам эти деньги брать? То есть не скажете, нифига, ребята, вы тут это приобретаете и приобретаете. Вы сколько этого постельного белья сейчас? А где? Покажите мне его, да? Ну, приведу его на слад. А где оно? Я скажу, оно в номерах, да? Или еще где-то. Нет. Тут все должно быть как-то прозрачнее, попонятнее. И каждый собственник, это же своя рубашка ближе к телу, он все равно будет стараться как бы за себя добить, так скажем. Поэтому да, так не работает. Тут надо с каждым индивидуально. В этом-то и сложность работы по управлению на порт-отеле, потому что это очень большая работа с собственниками. Им приходится доказывать, им приходится рассказывать, им приходится... Чтобы избежать вот этих вот доказаний и рассказывать, почему нельзя сразу какую-то сумму просто фиксированную использовать? Вот я вам и говорю, потому что вы эту сумму фиксированную будете постоянно вычитать из дохода, а куда она пошла вам в карман либо реально на приобретение вот этого постельного белья, к примеру, ну, никто же вам там не докажет и не проверит. Потому что управление так или иначе это все-таки вот... Ну, а в целом номера... Это доверие. А? Номера застрахованы, допустим, ну... Номера сейчас мы на... Посмотрите, на... Что касается поломок подобного характера, как вы говорите. Значит, мы номера не принимаем по выезду. То есть, во-первых, мы из-за свои проценты не имеем возможности раздувать штат, который там был бы как в гостинице, например, да, то есть мы этого дела не делаем. Ну, это и тренд общий в гостиничном бизнесе. Это доверие гостю, это доверие к тому... Но, тем не менее, есть ли какая-то страховка от действий эксплуатанта? Смотрите, значит, история следующая. Что касается страхования объекта недвижимости, как такового, монопарки мы ее еще не осуществили, потому что до сегодняшнего момента в Новосибирске апартаменты вообще ни одна строительная компания страховать не желает. Мы сейчас разговаривали с москвичами, москвичи готовы на это пойти, потому что в Питере там есть, но я думаю, на ЭКЮ мы эту всю схему проведем и заставим собственников застраховать и дадим им все инструменты для этого. А что касается, как это выглядит в реальности, да, какие-то поломки... Ну, нет, а зачем? Упрость в другом. Страховые взносы и в целом эта история останется на плечах собственника или это зашьется как-то в общий пакет услуг, который собственнику предлагается? Вот еще раз, управление и наше доверительное управление вот как агентов, оно заключает в себе следующее. Мы являемся руками и головой, да, то есть мы это делаем на базе имущества собственника и за счет собственника. И, соответственно, все, что происходит, это все делается за счет собственника. Наша задача сделать это правильно, оптимально, грамотно, ну и как бы доходно в итоге в результате. Поэтому все зависит от гостя. Есть люди, которые разбили стакан, спустились на ресепшн, сказали мы разбили стакан, все, соответственно, выставили прайс, они оплатили его. А есть люди, которые там разбили зеркало, оставили карточку в номере и даже не сдав ее просто исчезли из отеля. А когда приходит время выселения, начинаешь стучать в номер, а там нет никого, открываешь, все, уже уехал, его нету, не поймаешь. Вот, поэтому... Нет, здесь вопрос про большую пожалу. Что мы не делаем, просто берем и делаем. Здесь вопрос про пожалу. делаем мы за счет собственника. Каждый месяц он будет при всех. Я вам цифры показал. Так вы скажите, сколько вы берете, когда... Я сказал 10%. Мне кажется, это вообще у нас пока... Нет, 10% это наши услуги стоят это работа. А потом сверху берете расходы? Нет, почему это? Мы не берем расходы, мы их осуществляем. Понимаете? Да? И в результате мы с вами видим те цифры, которые я вам показал. Поэтому я о чем вам и рассказываю. То есть те... Та работа, которую мы проводим, она позволяет нам и обеспечить необходимый объем именно расходных вещей за транс статей также и выплатить хороший доход. Здесь просто видите вопрос такой. нам клиенты прощают и задают на какие-то вопросы. Здесь, наверное, больше вопросов, как это... Можете микрофон спрятать? Здесь вопрос, как это возражение отработает. У меня разбили зеркало. Откуда я знаю? Они его разбили, они его себе управляющая компания забрала. И вот как это вы здесь оказываете? Да никак не это оказывается. Сколько это зеркало стоит, да? То есть как будет работать это возражение у будущего собственного? Вот еще раз, значит, мы это все прошли, мы с этим совсем... Я понял вопрос. Или как вы собственнику потом объясняете, как у вас конфликтов не возникает? Нет. Нет. Конфликтов собственникам нет. Когда собственник видит цифры фликтовый, мы же ему отчет высылаем уже месячный. При этом мы, если суммы большие, мы все равно ему звоним. Да, если что-то произошло, мы говорим, ну, случилось такое-то вот событие, произошло то-то, то-то. Например, компрессор у холодильника сгорел. Ну, то есть в этом же никто не виноват, но просто сгорел компрессор у холодильника. Если холодильник, собственно говоря, на гарантии, мы ему сами взяли, отвезли, отремонтировали, вернули, он заменил, стоит это 10 тысяч рублей. Сначала позвонили собственнику, сгорел компрессор. Делаем за 10 тысяч? Он говорит, делаем. Я говорю, я вам на 3 месяца распишу 10 тысяч, расписывайте, все, вопрос закрыт, да? Что касается повреждений каких-то других, ну, чисто физических отгостей, ну, всякое бывает. Но, я скажу так, вот по опыту, опять же, чем выше цена номера, тем гость приличен. Да? И где? Ну, вот здесь предчувствуется, что вы не требуете от гостей, да, то есть, должного ухода за местом, где они проживают. Соответственно, они себя ведут точно так же. Сейчас читаю отзывы по Лонапарту, ну, тоже там, по персоналу и вообще. Ну, вы где читаете? В Двордисе. Откройте Яндекс. Откройте Яндекс. Почитайте. Я вам скажу, я... Откройте Яндекс. Откройте Яндекс, потому что в Яндексе реальные отзывы, а в Двордисе я уже, наверное, ну, если откровенно, да, я уже второй месяц закрываю просто отзывы, потому что там валят однозвездные и просто, просто валят. Заказы. Конкуренто. Конечно. Просто я уже там, ну, закрыли отзывы, мы на две недели закрывали, на две или на три недели закрывали просто два диска. Вот, потому что, ну, невозможно просто уже там вызвать. А нет опыта вообще-то, еще нет. Все равно же будут западов и данные. Есть, конечно. То есть, вот, что касается краткосрока, там сложнее. То есть, человек приехал и выехал, все. То есть, если он порядочный, он компенсировал эти расходы. Если он непорядочный, он уехал, да. Но мы это решили и закрыли этот вопрос. То есть, это как бы, это нормально, то есть, человек сдает квартиру, у него уже те же самые истории возникают. Да, то есть, ну, и здесь то же самое. Почему? Ну, он все забирает себе. Ну, он и не ездит. он и не ездит. То есть, я говорю, для меня такой пример. Там, мужик там здоровый, да, бизнесмен, все, у него там крузак, он там везде гоняет. И тут ему звонит там какая-то девочка, арендаторша, у меня унитаз потек, там шланг сломался, все, он все бросает, едет, да, это все делает. Вот. Ну, разве это жизнь, разве это работа? Ну, так не должно быть. Каждый должен заниматься своим делом. Поэтому здесь точно такая же история. То есть, апартаменты это тот инструмент, который позволяет именно работать, который позволяет зарабатывать. Поэтому, А что касается долгосрока, то при заключении длительного проживания есть всегда обеспечительный платеж. Вот из этого обеспечительного платежа после приема номера уже по выезду мы его возвращаем. Если находятся там какие-то нюансы, то из этого обеспечителя обноваться, эти как бы платежи, соответственно, не удерживаются. Я развею, может быть, миф о том, что в долгосрок более... Ну, то есть, что номера убиваются в краткосроке. Не наоборот. Нет, наоборот. То есть, мы в краткосроке постоянно находимся в номере. То есть, горничный постоянно там, сервис постоянно там. То есть, мы в этом в обороте. А вот в долгосрок человек заехал, у нас включены там всего две уборки со сменой постельного белья. Два раза в месяц мы имеем возможность зайти в лобер, ознакомиться, что в нем происходит, принять какие-то случаи, необходимости, меры. Но за две недели может много что произойти. И вот именно вот в этом моменте у нас всегда есть обеспечительный платеж, который мы можем компенсировать полученные затраты на возмещение так и номера. Но вы не сами выбираете долгосрок? Нет. Мы определяем... Конечно, мы советуем со собственниками. То есть, есть люди, я звоню, будете сдавать долгосрок? Нет. Нам, пусть это будет вот так, но мы хотим больше. Ради бога. Все. То есть, у нас есть люди, которые владеют там несколькими квартирами и сдают их, и они понимают уровень дохода, аренды с квартиры. И у нас номера. Все. Соответственно, они сразу... Продают квартиру, покупают. Ну, да, то есть, если в то время, там, в 22-м году предложение на рынке по Монапарту было достаточно хорошее, большое, можно было что-то купить, то на сегодняшний день там нечего покупать. Там, если даже что-то появляется, то, ну, я об этом сразу узнаю. И у меня за спиной стоят те же самые мои собственники, инвесторы, которые тут же это все дело выкупают и обратно задают его в работу. А если что-то продается и не покупается, значит, это, ну, те номера, которые нам интересны. Просто все. Поэтому в двух словах еще раз возвращаюсь. Управление это доверие. И если... Да, и какие-то вопросы дальше я готов к диалогу, готов рассказывать. Могу много... номера вам неинтересны. То есть это не реквизны какие-то номера? Номера? Вы знаете, мы когда Панапарта запускали, мы делали не так, как застройщик камея. То есть они делают правильно, они сразу делают везде ремонт. И мы уже знаем, как бы там, ну, советуем им это делать. Люди делали ремонт и сами. То есть мы в своей части, в большинстве тех номеров, которые мы на этапе строительства на партнерство привлекли, там у нас стандартный ремонт. А в какой-то части номеров люди делали ремонт сами. И вот это вот отсидятина, понимаете, она совсем по-другому как бы бывает. Бывает сделан такой ремонт, что его не исправишь. Да, ну, даже если его взять, ну, это заново лучше сделать. не знаю. Такие номера, которые испортят рейтинг котеля. Ну, да. То есть и вопрос, понимаете, хочется так, чтобы собственники, если с тобой работает, он получал вот эту вот материальную удовлетворенность. А я знаю, что мы на каналы бронирования поставляем исключительно только наши стандартные номера. Они должны быть все. То есть гость должен приехать, он должен видеть то, что он ожидаемо или то, что он увидел на сайте, то есть увидел там в каналах, он должен увидеть и здесь. Вот. И если будет не так, то будут проблемы, будут плохие лучи. Вот все вот это. Такая история. Поэтому мы, соответственно, те номера, которые с нестандартным ремонтом, а у нас их так или иначе появляется все больше и больше, ну да, мы их заполняем уже за счет прямых каких-то собственных продаж. но они чуть, но меньше получают все равно. Поэтому здорово, что Камея все-таки пошла на то, чтобы сделать везде один и тот же ремонт и тем легче, вот о чем вы говорили, да, ротация внутри здания, да, то есть сегодня живет так, завтра по-другому, послезавтра вот так, но нету никаких последствий, собственно говоря, да, там доходит во взаимоотношениях. Хочешь этому отдать? Есть другие компании, которые управляют апартаментами, есть мелкие, есть и вредица физические даже, которые это берут, но в принципе тоже так же нормально, как бы они доход дают во многих вещах. Вот, поэтому хочешь туда, хочешь сюда, хочешь сядь, но когда ты решил, допустим, войти в эту систему, в нашу, да, это становится безболезненным процессом. Вот, поэтому так. Я ответил на вопрос? Еще с удовольствием. Скажите, 10% вашей комиссии устанавливается в какой срок? Значит, период действия договора. Договор насколько заключается вначале? Ну, договор заключается у нас на год. Ну, нет, мы же не аренда, да, у нас агентство, то есть у нас, но с последующим прогнозом, гацией, без проблем, мы не поднимаем проценты. Вот у нас в Камее будет так, в Бонапарте у нас дороже, да, по-моему, у нас есть еще платеж, административный сбор, 2,5 тысячи с каждого апартамента в месяц, при условии его загрузки, менее 30, более 30%, да, то есть туда входит мотивация менеджера по бронированию, мотивация администраторов, так или иначе, туда тоже входит. В Камее плюс, у нас будет 10% плюс 1000 рублей, то есть, ну, я считаю, это очень хорошее условие для того, чтобы ничего не делать и получать деньги. Еще вопрос есть? Давайте поблагодарим.